Библейский портал экзегет.ру представляет В первых семи главах второго послания к Коринфянам, которые мы с вами читали, апостол Павел долго и подробно выяснял отношения с коринфской общиной. В восьмой главе, мы прочитаем ее сейчас в рамках библейского проекта «Экзегет», он, наконец, выходит за рамки своих отношений с одной этой общиной и говорит о других общинах тоже. Напомню, что Коринф – это центр провинции Ахайя, нынешняя Южная Греция и Центральная Греция, а соседняя провинция – это Македония, Северная Греция, ну и Республика Македония на современной карте, плюс некоторые другие окрестные районы. И Павел, конечно же, привязан особенно к Коринфу, но он понимает, что Коринфяне – это лишь часть церкви, да, каринфская община – это лишь та община, которая пребывает в Коринфе, но она не сводится к этой территории. И поэтому рассказывает о соседях. «Сообщаем вам, братья, о благодати Божией, которая была дана церквам в Македонии, в этой самой соседней провинции. Они испытывают великую скорбь, но при исполненной радостью они в глубокой нищете, но изобилуют запасами щедрости». Он до этого говорил в шестой главе подробно про то, как мы, говорил он о себе и своих спутниках, «всего лишены, но всем изобилуем» и так далее. Вот и в Македонии похожая ситуация, он не повторяет полностью, лишь кратко обрисовывает эту ситуацию. «Скорбят, но радуются, нищенствуют, но изобилуют». Да, такой парадокс, потому что изобилует не тот, у кого всего очень много, а тот, у кого есть чем поделиться с другими. А что они делают? «Свидетельствуют, что не по их силам, но сверх сил, было то доброхотное даяние, которое они так настойчиво просили нас принять, лишь бы им быть причастными к благодати и служению святым. Они не только дали то, на что мы надеялись, но самих себя сначала предали Богу и нам по воле Божьей. Потому мы и поручили Титу у вас завершить начатый, таким образом, сбор даров». О чем Павел говорит, он не называет напрямую, но Павел, помимо всего прочего, он занимался сбором пожертвований для христиан в Святой Земле, в Палестине, в Иерусалиме, в его окрестностях. И, соответственно, посещая разного рода общины, он денежные какие-то средства у них собирал, чтобы потом отправиться вот туда, откуда христианство и стало распространяться, чтобы помочь этим небогатым общинам. И он сообщает, что вот в Македонии, вы знаете, они сверх сил отдали, дали даже то, чего у них, казалось бы, и не было. «А мы поручили Титу у вас завершить начатый сбор даров». Павел еще очень неплохой риттер, оратор. Он убеждает, но не так напрямую. «Так, давайте, Каринфи, кошели достали, сейчас делиться будете». Нет, это было бы очень грубо. Он, во-первых, сначала с ними разобрался, выяснил, какие у них отношения очень такие личные, нежные, я бы сказал, в предыдущих семи главах. А вот теперь мы перейдем к помощи другим христианам, потому что это не только вот мы на свете, вы, Каринфи, и я, Павел со своими спутниками, а вообще-то мы часть большой церкви. Вот в Македонии уже поделились, а вы как? И вот он переходит к этому сбору так очень мягко. Ну, и в Македонии бедные-бедные македонцы. А Каринф очень богатый город, Каринф крупный город, и торговый, и такой ремесленный, и древний, и очень исторически известный. То есть, ну, это такой центр, да, во всех смыслах. А Македония попроще, победнее, конечно. А у вас все в изобилии. Вера и слово, и знание, всяческое старание, и ваша к нам любовь, чтобы и вам принести изобильный благой дар. Да, он все подводит, ну, давайте вы поделитесь с бедными общинами. У вас же всего много и знания, и старания, и любовь, и все. Я не даю вам такого повеления, но проверяю, заставит ли старание других и вас проявить свою любовь. Да, он же сказал, что он не хочет быть начальником веры. Вот и здесь он не командует, а он убеждает, причем очень, так, я бы сказал, это делает ярко и настойчиво, да. Вам известен благой дар Господа нашего Иисуса Христа. Он ради нас обменял свое богатство на нищету, чтобы обогатить вас этой своей нищетой. То есть, Павел все время ссылается на Христа и говорит о том, что христианин – это человек, который подражает, присоединяется к его жизни, смерти и надеется присоединиться к воскресенью. Ну, и здесь очень конкретная вещь, надо поделиться с бедными общинами, потому что Христос себя унизил ради нас. Вот и вы себя унизите ради своих собратьев по вере. Такую подскажу вам мысль. Вы первыми не только взялись за это дело, но и замыслили его еще в прошлом году. И вам будет уместно теперь довести его до конца, с той же готовностью, с которой вы за него взялись, смотря по вашим возможностям. То есть, вероятно, именно в Коринфе начался этот сбор пожертвований, и, возможно, по инициативе самих Коринфе, ну вот, давайте вы и доведите дело до конца. Ну, конечно, если есть возможность. Если есть готовность пределиться, она принимается, судя по тому, что у вас есть, а не потому, чего нет. Не так, чтобы другим было облегчение, а вам скорбь, но равномерно. Ну, имеется в виду, что если есть излишки, вы хотите поделиться, давайте, но я не буду у вас отнимать всего, такая продразверстка. Этого не будет, конечно, чтобы у одних не отнимать ради других. В данном случае ваша изобилие восполнит их нехватку, чтобы и их изобилие восполнило вашу нехватку. И пусть будет всем в равном мире, как и написано, у кого много не было избытка, а у кого мало недостатка. Он цитирует книгу «Исход», где говорится, как израильтяне собирали манну в пустыне и, соответственно, как-то, видимо, ей поделились потом друг с другом, так что собрали это все по-разному, а в результате у всех хватило и ничего лишнего не осталось. И это принцип жизни христианский, принцип солидарности. Вот есть принцип такой, скажем так, насильственного равенства, продразверстка, да, пришли комиссары, у всех все отобрали, потом раздали, кому захотели. Вот это совершенно не христианский путь, а христианский путь убеждения и солидарности поделиться. У тебя есть чем поделиться? Поделись. Потому что Христос поделился своим богатством с тобой. Ты же христианин, ты должен ему подражать. Но если у тебя нет, то тебе делиться нечем, о чем с тобой тогда говорить. Ну, значит, с тобой кто-то поделится, если надо будет. И этот принцип, он, конечно, гораздо более сложен, чем любая социальная утопия. Все отнять и поделить, как в одной известной книге говорилось. Вот, не Евангелие, конечно. Но зато это такой подлинный глубокий принцип солидарности. Благодарение Богу, вложившему Этиту в сердце, такое же усердие о вас. Я его об этом просил, но он и сам стремился отправиться к вам. Этит – спутник Павла, который в каком-то смысле осуществляет его связь с Каринфом. Павел находится где-то в Малой Азии, судя по всему, в это время. И, соответственно, Этит приезжает в Каринф, там прибывает, потом привозит какие-то письма от Павла туда, привозит послания от Каринфа к Павлу. Может быть, вот эту самую переписку он туда-сюда возил, очень похоже на то. И, соответственно, и про него Павел тоже говорит. Это я его просил, но он и сам хотел. То есть нет такой командно-административной системы, как это раньше называлось, а есть вот добровольное по совету, по просьбе, но добровольное все-таки соучастие во всех этих событиях. С ним мы посылаем брата. Кто этот брат? Мы не знаем. Павел ничего о нем не говорит. Может, Варнава, может, Лука, евангелист, те, кто тоже были с ним. Ну, вот кого-то еще, кого Каринф и не не знают. С ним мы посылаем брата, которого по всем церквам хвалят за проповедь Евангелия. К тому же церкви назначили его, чтобы он сопровождал нас при сборе благих даров, которые мы проводим во Слово Божие и по вашему усердию. Распоряжаясь чужой щедростью, мы стараемся не дать повода нас обвинить, ведь мы стараемся творить добро не только перед Господом, но и перед людьми. Что это за брат? А это ревизионная комиссия. Это какой-то местный христианин, которого церкви, давая деньги для христиан Святой Земли, отправили с Павлом, чтобы он удостоверился. Все деньги доставлены по назначению, ничего там налево не ушло, не потрачено куда-то не туда. Потому что, да, Бог-то знает, но люди тоже должны знать. С ними мы послали еще одного брата. Ну, вообще ничего не знаем. То есть уже два незнакомых человека. Мы в разных обстоятельствах не раз убеждались в его усердии, а теперь уверенность в вас сделает его еще усерднее. Ну, то есть, очевидно, с Титом тут вот еще два каких-то спутника, которые сами себя представят. А это рекомендательное письмо. Павел как раз же упоминал в начале послания, что рекомендательных писем самому Павлу для Коринфян не нужно. А этим людям нужны, вот он и дает рекомендации. Что до Тита мы с ним сообщи отродимся ради вашей пользы, а что до братьев церкви их отправили к вам во славу Христа. То есть, смотрите, церкви, поместные общины сами делегируют своих представителей в Коринф. Возникают горизонтальные связи. Нет такого, что Павел, как верховный такой авторитет, как некий духовный наставник, всеми командует, вот, а эти церкви, они достаточно автономны, они друг с другом сообщаются при помощи таких посланников, завязывается горизонтальная связь, и дальше Павел там отправится куда-то еще, а эти общины останутся дружны, они будут по-прежнему как-то вместе что-то делать, будут общаться. Пред всеми церквами проявите по отношению к ним свою любовь и покажите, что не напрасно мы вами хвалились. Он все время подчеркивает, что Коринфяне – это его визитная карточка. Коринфская община – это то, чем он мог бы похвалиться, да и хвалиться, наверное, периодически. Вот Павел всегда стремится возвысить людей. Он даже когда возникает конфликт, а мы видели, как здесь разбирается конфликт, старается, чтобы этот конфликт вел к примирению, вел к какой-то более глубокой оценке, какому-то такому вот именно внутреннему разбирательству, а не к внешним административным мерам. Это была восьмая глава.